Музыка У меня такое ощущение, что мы сюда из центра чуть ли не за полчаса долетели Ну, долетели не долетели, доехали, скажем так, но за полчаса точно Причем, на самом деле, удивительный момент Я думал, что на таком широком мотоцикле с этими кофрами, с этими обвесами, капотами, лопухами Мы так быстро не доедем, но получилось Ну, мне показалось, что тебе как-то было легко им управляться Здравствуйте, сегодня в программе наши тесты Yamaha FJR 1300 Большой туристический мотоцикл, единственный турист, который представляет на нашем рынке Yamaha Так как мотоцикл туристический, мы решили на нем отправиться в небольшое путешествие Но, как всегда, на дорожку решили посетить специальное место Смотри, куда мы приехали Ну, а заряжаться энергетикой, держа шлем в руках, как-то совсем не хочется Поэтому попробуем упрятать нашу амуницию в эти большие кофры Заодно проверим их объемы Больше, что тут у нас? Тут у нас пока ничего, но можешь положить сюда свой шлем Смотри, сюда и шлем, и перчатки просто проваливаются Естественно, проваливаются, причем все это запирается на ключ Все, без ключа это ни снять, ни открыть невозможно Дай мне мою касочку, пожалуйста У меня такое ощущение, что вот этот кофр гораздо меньше Не знаю, поместится или нет Слушай, ну, давай попробуем И перчатки передай, пожалуйста Как-то так вот это, наверное, должно быть Так Помещается? Пока Опа! Смотри, просто два шлема провалились в кофе Изумительно Ну что же, мы идем заряжаться энергетикой А вас оставляем наслаждаться видами новой Yamaha FGR 1300 Велик, кстати говоря, очень красивый Если вы предпочитаете путешествовать первым классом Этот мотоцикл как раз для вас Превосходное оснащение FGR включает в себя Регулируемое по высоте и наклону ветровое стекло И систему распределения воздуха за обтекателем Обеспечивающая комфортный микроклимат при любых внешних условиях Седло и ручки руля также регулируются Слушай, такое ощущение, что энергетики у нас теперь на три года вперед Прямо даже в комбинезон не помещается О, как! Смотри там со своей энергетикой Машина мощная, может не простить Слушай, так как я на этом мотоцикле проездил уже три дня С твоего позволения, я думаю, ничего зазорного Я тебе расскажу, что это вообще за велик такой Это очень мощный и, к сожалению, очень тяжелый мотоцикл Но, наверное, турист таким и должен быть Ну, это не просто турист, это спорт-турист Напоминаю, 143 лошадиные силы, 134 ньютона метра момент Показатель, в общем-то, достойный Достойная штука, достойная и, конечно, требует определенного такого, знаешь, уважительного подхода Такие опытные парни, как мы с тобой, они, конечно, без труда справятся с такой тяжелой машиной, но тем не менее Значит, основная особенность этого мотоцикла в том, что, как ты заметишь, здесь нет рычага сцепления, да? Да, удивляет тебя это? Да, очень непривычное такое ощущение, когда нет рычага То ли скутер, то ли не скутер Как-то вот пусто, пусто Неведомо зверушка какая Я тебе больше скажу, невозможно мотоцикл завести, пока ты не нажмешь на тормоз То есть тоже такая скутерная примочка Поворачиваешь ключ, нажимаешь на тормоз и заводишь мотоцикл В этом смысле все понятно и просто Спуском я понял, значит, механизм понятен Что-то напоминает все-таки скутерные такие нотки Но тем не менее А что с переключением, да как работать? Слушай, ну на самом деле очень интересное устройство Это не автоматическая коробка и не механическая Это, скорее всего, роботизированная коробка Вот так вот ее надо называть То есть здесь нет педали сцепления, вернее, рычажка сцепления нет Робот это делает сам за тебя Но, в принципе, алгоритм работает точно такой же, как на обыкновенной механической коробке У нас есть рычажок внизу, лапка переключения передач Единственное отличие в том, что нейтраль находится не между первой и второй передачей, а до первой То есть нейтраль, потом первая, вторая, третья, четвертая Ну, то есть не океаналы, в общем-то, в спортивной коробке передач По большому счету, да, совершенно правильно Как секвентальная коробка на автомобиле Но здесь есть еще устройство, шифт, которое позволяет эти передачи переключать прямо рычажками на руле Вот здесь дергаешь за этот рычаг, передача переключается вверх За этот передача уходит вниз Для того, чтобы выбрать способ переключения ножной, либо ручной, ты должен активировать вот этот вот переключатель Попробуй Включи зажигание Вот, все, загорелся зелененький огонек Значит, что у тебя пошел режим переключения передач рукой Индикатор, в общем-то, наглядный Да, индикатор наглядный, здесь загорается лампочка Более того, на щитке приборов загорается лампочка нейтраля, как на любом нормальном мотоцикле А здесь, вот в этом окошечке, появляется номер включенной передачи Очень удобно Да, наглядно Я забирал мотоцикл в Ямахе в дождь, в середину дня, в пробке, в жутке совершенно Я вообще боялся, я не понял, как я вот на этой бандуре с полуавтоматической коробкой доберусь сейчас до Останкина Обалденно, никаких проблем не было То есть я поехал сразу, и, естественно, ты точно так же освоишься Слушай, ну вот я на многих мотоциклах ездил, такое ощущение, что вот перегружен узел, много кнопок Точно, точно, абсолютно правильно, ты сразу обратил внимание на самое узкое место в этом мотоцикле Действительно, левый рычаг, левый клипон, он слишком сильно перегружен Огромное количество органов управления Ты, конечно, ни в коем случае там не заденешь, скажем, вот этот вот рычаг регулировки лобового стекла Ты не заденешь переключатель между ближним и дальним светом Но ты постоянно путаешься между звуковым сигналом и кнопкой шифта Ну, плюс к этому все еще однотонная кнопка звукового сигнала сама такая, скажем, скользенькая, не выступающая Ну, безусловно, ты прав, но, наверное, только дело не в однотонности раскраски, да? Нужно, наверное, изменить форму и размер переключателей, чтобы они легко находились на ощупь Но я думаю, что это единственный минус мотоцикла, а в остальном он просто совершенно потрясающий Ну, да, в общем-то, он идет с грузовым пассажиром, угол может меняться Совершенно правильно, абсолютно правильно Подогрев ручек, причем подогрев не просто там включен-выключен, а еще, так сказать, вариатор ты можешь менять здесь температуру нагрева Ну, да, это в холодную погоду просто Знаешь, не только в холодную погоду, но я попадал на нем несколько раз в дождь, у меня лапы были мокрые, они тут же высыхают моментально, если переключить регулятор в максимальное положение, через 5 минут уже перчатки сухие, выключаешь и с удовольствием едешь Дальше, знаешь, что я хотел тебе показать? Как снимаются кофры? Да, я вот, кстати, думал, шлем-то мы положили, а если там что-то более ценное и хочется взять... Совершенно правильно, совершенно правильно, очень просто, делается это в одно касание, ты вставляешь ключ, поворачиваешь его Если бы ты хотел открыть кофр, ты просто бы поднял этот рычажок вверх, а тут ты дергаешь вот этот вот рычаг вверх, и у тебя кофр остается фактически прямо в руках Все, пошел, чемодан, да? Да, просто чемодан Хоть багаж давай сказать Да, можно, совершенно правильно, можно с ним улетать Кстати, один мой приятель ездит в аэропорт только на мотоцикле, потому что боится попасть в пробки И с такими кофрами летает в Германию, это чистая правда Слушай, ну если все так просто, давай снимем оставшиеся кофры и посмотрим на мотоцикл, в общем-то, без них Давай, я сам хотел попробовать, держи Теперь аппарат смотрится намного легче Да, он стал как-то изящный, действительно, потому что с этими кофрами он похож на навьюченного ослика, наверное, да? Да, а так, по-моему, 50 килограмм давай Ну что, давай уже соберем это все на место и поедем покатаемся Да, ты снимал, я оставлю, посмотрим, насколько вообще это все просто получается Ну давай попробуем Ну что, вывози меня уже из этого захолостя, хочется покататься Легко, надевай свою касочку Моя, моя справа Да, моя была справа Ты сзади, ты часто ездишь вообще? Ты знаешь, я очень боюсь ездить сзади Вот поэтому я тебя и спрошу об этом Я так и думаю Ну, это возможно, кто-то же должен это делать Да, есть такая работа Ездить сзади Покатай меня, большая черепаха За мной Так, подожди, не залезай, дай я эту штуку заведу Давай FGR уже получал в течение трех лет звание «Мотоцикл года» И каждый знает про его превосходную обтекаемость Инжекторный 1300-кубовый мотор И жесткую алюминиевую раму Что отличает этот мотоцикл от предыдущей версии? Это система YCCS Или Yamaha Chip Control Shift Это устройство, приключающее за вас сцепление Помогает снизить усталость и утомляемость в дороге Чтобы вы могли сосредоточиться на получении удовольствия от процесса вождения YCCS использует активатор, управляемый электроникой Обеспечивающий быстрое и четкое переключение передач Все, дружочек, меняемся Ну, слушай Вторым номером ехать, конечно, страшно, но можно Причем здесь это вполне удобно Действительно, хорошее посадочное место Тебе особенно повезло Ты сейчас поедешь в дождик Почувствуешь, как здорово здесь работает ветрозащита Ну, давай, действуй Ну, все, я забираю Давай Так что теперь на привычном водительском месте А я подожду здесь тебя, на обочине Хорошо Пожалуйста, не забудь про меня Хорошо Ну, что, накатался? Да, накатался Сейчас видишь солнышко, а я еще попал под дождик Так что тест, в общем-то, получился всеобъемлющий Ну что, во-первых, конечно, ветрозащита Ветрозащита порадовала Стекло действительно можно поднять Она же влагозащита, да? Да, она же получается влагозащита, конечно Конечно, да Шлем остается чистым Это очень приятно Ну, лицо у тебя какое-то не очень довольное Вот я не понимаю, в чем дело Если честно, есть несколько но И в первую очередь они касаются управляемости Ты знаешь, я люблю все-таки больше спортивную технику Ты говорил, что спорт-турист Я все-таки поставил такой акцент, что это больше турист Ты же понимаешь, он не для зажиганий по картодрому Эта машина серьезная Можно положить кучу всяких полезных вещей Посадить друга или там, любимого человека И отправиться далеко Ну, зачем такой машине отточенная управляемость Вот эта вот острота? Если честно, есть одно маленькое но Я абсолютно согласен с тобой, что не нужен спорт Характер этому мотоциклу То, что все-таки он туристический Мне не понравилось Как он с линцой заходит в повороты То есть вот когда ты его кладешь глубоко достаточно Он едет отлично Но вот этот момент завалить его туда Стоит, в общем-то, таких сил больше даже нервных, чем физически Дело привычки, конечно Если говорить серьезно, то, конечно, он очень отличается от того спортбайка На котором ты ездишь каждый день Но если с управляемостью ветрозащитой мы разобрались То, честно говоря, хочется очень сильно похвалить Вот эту новую систему переключения передач Но я ждал, что ты обратишь на это внимание Потому что это, конечно, прям вот изюм Изюм этого мотоцикла Да, это изюм этого мотоцикла Причем на автомобилях, в общем-то, есть похожая система С электрическим режимом сцепления Всегда это сопровождается рывками Понятно, что в мотоцикле рывки неприемлемы Особенно в поворотах Потому что можно просто упасть Что касается этого аппарата Пробовал во всех режимах Ну, лапкой переключал ногу по старинке И кнопками на руле В общем, справа себя оптимальна Вверх переключаюсь на руле, вниз переключаюсь лапкой Мне так вот как-то больше понравилось Я даже наловчился делать перегазовку при переключении вниз Одновременно с выжимом шифта Я даю немножко газа У меня происходит нормальная перегазовка Как будто я сам управляю сцеплением Просто изумительно В общем, система работает действительно очень здорово На большую-большую жирную пятерку В остальном, ну, действительно хороший турист Сел, загрузился и покатил Он мне очень понравился Я не люблю туристов Ты знаешь, я люблю легкие, маленькие, компактные стриты Но эта машина произвела на меня хорошее впечатление Может быть, я бы такой себе купил Если бы, конечно, не вот эта вот безумная масса денег Которых он стоит Сколько он стоит? Цена, в общем-то, немало, как и вес Чуть больше 620 тысяч рублей Это не считая вот этой вот навески из кофров Деньги-то не маленькие За эти деньги можно купить два Дэва Матисса, например Как тебе такое расклад? Ну, ты знаешь, я бы не стал смешивать автомобиль и мотоциклы Все-таки темы разные Согласен И, чтобы позволить, наверное, подведу короткое резюме И тоже В общем-то, на мой взгляд, мотоцикл отлично подходит для дальнобоя С твоих слов, в городе на нем тоже можно ездить довольно-таки неплохо Соответственно, мы получаем довольно универсальный аппарат Который приемлемо рулится Отличный, естественно, в условиях загорода И, ну, скажем так, достойный вариант для города И, кроме всего прочего, обладает еще потрясающим мотором 1300 кубов, 143 силы, 134 ньютона метра момента Когда открываешь газ, где-то вот в районе 6-7 тысяч Происходит просто какой-то атомный изрыв между ног Ну, я думаю, давай, погода еще нам позволяет Прокатимся сегодня Давай Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА